Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа Зона Правды. С 2018 года мы выходим в 18.35 еженедельно. Во вторник мы будем говорить о работе отделов управления ведомств и различных направлений деятельности города. В прямом эфире также будет вести трансляция в социальных сетях, в сети Инстаграм. И будем разговаривать о наиболее острых вопросах, тех, которые волнуют наших горожан. В этом эфире мы посвятим направлению спорта, поговорим о успехах, о работе управления отдела по физической культуре и спорту, о успехах спортсменов из Хасавюрта за 2017 год, о работе спортивных школ города и в основном по порядку. Я представлю сегодняшних гостей. Сегодня у нас в студии Гамзат Аббасов, заместитель директора училища Олимпийского резерва. Амирбек Богатов, заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту городской администрации. Бариат Ахмедовна Абдулаева, заместитель директора по учебной работе, директор имени Шамиля Умаханова. И Абакар Абакаров, депутат городского собрания, директор дюшер имени Мавлета Батырова. Я благодарю вас в первую очередь, что нашли время о том, чтобы поговорить сегодня о наиболее острых вопросах, о деятельности города. Наверное, будет первый вопрос к вам, как представитель отдела по физической культуре. Как прошел 2017 год для отдела ФК в минувшем году? Добрый вечер, уважаемые зрители. Прежде чем начать говорить об успехах, достигнутых в 2017 году, о развитии физической культуры и спорта в городе, хочется отметить, сказать о материальной базе, которая имеется на сегодняшний день в городе Хасавюрте. У нас сегодня функционирует 157 спортивных сооружений, из них 60 спортивных залов. В основном все спортивные сооружения соответствуют требованиям ГОСТа, где могут тренироваться дети, начиная с 8 лет. И у нас в городе также культивируется сегодня 22 вида спорта. У нас также имеются в основном такие виды, как вольная борьба, бокс, единоборство. Есть акробатика для детей, работают с детьми 287 тренеров. Почти три сотни педагогов. Да, и хочется отметить то, что работа в городе, спортивная работа поставлена на высоком уровне. Дело в том, что в этом 2017 году город Хасавюрт был признан лучшим в республике Дагестан, заняла первое место в смотре конкурса среди городов о постановке спортивной работы. Были, значит, поощрены администрация города, глава города. Были нам выделены средства на 150 тысяч рублей, спортивный инвентарь. Сегодня у нас город, в отличие от других городов республики Дагестан, принимает в основном все, можно сказать, спортивные мероприятия республиканские, проводятся в нашем городе. Это по возрастам, значит, вольная борьба, это бокс, это единоборство, потому что у нас имеются такие спортивные залы, которые соответствуют этим требованиям. Хочется еще отметить то, что сегодня у нас обеспечение спортивным инвентарем довольно-таки хорошее. Спортсмены все одеты, выделяется им спортивный инвентарь в достаточном количестве. Вот общая работа у нас, очень слаженно работают все тренера, работа идет, результаты сами говорят о себе. Ну, если, допустим, о результатах мы поговорим позже, вот вы сказали у нас множество видов спорта. Это, как мы знаем, в прошлом году, значит, у нас добавился еще один вид спорта, который сейчас уже, значит, активно тренируется, где-то это фехтование. Вот. Хотелось бы подробно узнать об этом виде спорта, как вообще возникла идея его развития. Вот в 17-м году к нам сюда, в республику, приехал олимпийский чемпион Владимир Назлимов. И при встрече с главой республики он просил, чтобы обратили внимание на развитие фехтования республики Дагестан, так как республика наша в свое время фехтование было вторым видом спорта после вольной борьбы. И в связи с тем, что, значит, у нас со временем получилось так, что вот перестройка, и этот вид спорта стал очень дорогим, и в республике он, значит, прекратил свое существование. И возобновить долгие годы никто не мог его, никто и не брался, и тренера разошлись все, занялись коммерцией в основном. Ну, вот, с прошлого года, значит, мы решили открыть в городе Хасуити фехтование, но фехтование само, значит, школу открыли в республике, это школа плавания и фехтования, и филиал, филиал открыли у нас в Хаса-Юрте. Нам предоставили спортивный зал, это, значит, центр развития джидо. А как дети, ну, вообще имеется в виду, как они познакомились с этим видом спорта, как восприняли вообще Хаса-Юртовские дети этот вид спорта? Вы знаете, мне кажется, что этот вид спорта детям понравился, потому что сегодня с удовольствием приходят заниматься фехтованием, у нас есть инвентарь, правда, не в достаточном количестве, но единственное, что сам зал полностью, конечно, не соответствует. Нам приходится заниматься на татаме, потому что специального зала фехтования у нас нет пока, но нам обещают фехтовальный зал. Вот мы уже за эти 8-9 месяцев, которые мы существуем, уже выезжали на соревнования, уже два раза выезжали в Осетию на соревнования во Владикавказ. Вы знаете, и ребята показали неплохие результаты тоже для этого периода, за этот короткий период. Ребята научились фехтовать, не имея даже аппарата, мы специально возили во Владикавказ на соревнования, чтобы они познакомились с аппаратурой фехтовальной, чтобы у них была какая-то реакция для этого. Но сегодня мы можем сказать, что у нас у самих уже есть аппараты эти, есть костюмы, мы приобрели вот недавно только. Ну и в этом году нам обещали еще больше дать инвентарь фехтовальный. Если это все будет, конечно, у нас будет все нормально. И сможем, наверное, уже рассчитывать на результаты. Да, рассчитывать на результаты, да. Где-то через два года вот так вот, наверное, результаты по фехтованию тоже будут. Мы знаем, что у нас есть такие виды спорта, которые неоспоримо популярны. Это вольная борьба, это бокс, дзюдо. И хотелось бы все-таки затронуть еще один вид спорта, пока мы подробно не начали обсуждение работы в спортивных школах. Еще такой вид спорта, как легкая атлетика. Как обстоят дела с этим, мы знаем, летом регулярно проводились эстафеты, всевозможные. Вы знаете, вот легкая атлетика в городе на сегодняшний день очень сильно хромает. Можно сказать, его и нет у нас, потому что у нас нет специалистов по легкой атлетике. Но, несмотря на это, мы выезжаем на республиканские все соревнования, принимаем участие за счет студентов, которые у нас учатся в учебных заведениях. Вот за счет них. И есть ребята, которые неплохие результаты даже показывают в республике. Поэтому, конечно, хотелось бы этот вид спорта, чтобы у нас развивался. Но, опять-таки, вся загвоздка в том, что нет специалистов. У нас сегодня футболу уделяется большое внимание. Вот сейчас у нас новый президент Федерации футбола. И он обещал нам этот вид спорта еще лучше развивать в нашем городе. А у нас все возможности есть для того, чтобы этот футбол развивался. И я думаю, что мы скоро и наши футболисты будут играть тоже. Насколько я знаю, мы делаем сюжет про работу детской футбольной школы. Там есть, насколько я знаю, успехи. И в том, что есть выступления у Академии Анжи. Есть некоторые, которые и сейчас есть ребята, которые на просмотре в Тереке находятся тоже. Ну, сейчас он Ахмад называется клуб. Вот. Вопрос был еще, значит, у нас такой. Вот в Анапе у нас выступали, выступали, значит, девушки в конкурсе «Красота, грация, идеал». Вот о нем тоже немножко хотелось бы попросить рассказать. Вы знаете, вот у нас в республике на сегодняшний день среди женщин, наверное, вот эти одни соревнования, это «Горянка», где вся республика приезжает и, значит, идет там отбор для участия во всероссийских соревнованиях. Вот наш город, Хасоль, значит, уже четвертый год подряд занимает первое место и представляет республику на всероссийских соревнованиях. И вот в этом году, это, можно сказать, уже не было исключением, мы приехали с командой, сборной команды, которая была сформирована, в основном сформирована, все участницы были из города Хасольюрта. И показали довольно-таки высокий результат, значит, именно вот в легкой атлетике, в силовых видах спорта. И, значит, мы заняли первые места там. Из пяти, значит, номинаций, из семи номинаций, из пяти номинаций мы были первые на этих спортивных мероприятиях. Значит, успех был, конечно, довольно-таки хороший в этом году. Ну, будем рассчитывать, что добрая традиция будет продолжена. Я, уважаемые зрители, хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире в рамках программы «Зона правды» и под проекта «Спортивный Хасольюрт». Вот, и хотелось бы сейчас уже подробно узнать о работе спортивных школ. Ну, наверное, начнем с вашей школы. Хотелось бы спросить, как школа имени Мультова Батрио встретила, ну, проводила, можно сказать, 2017 год. Какие успехи, чем можете похвастаться? Да, 2017 год был, по-своему, конечно, очень тяжелый. Это начало нового олимпийского цикла тоже. Но, походу, уже потихонку-потихонку, значит, наши воспитанники разошлись, будем говорить так. В школе, значит, культивируется 10 видов спорта. И, как Амельбекс Владимирович сказал, что новый вид спорта мы включили, значит, в образовательную программу нашей школы и в фехтовании. Вот, также дополнился очень сегодня набирающий обороты, очень молодой вид спорта – это гребли. Вот, я думаю, что у этого вида спорта будущее очень большое. Ну, и по результатам, конечно, да, то, что касается результатов, я хочу сказать, что относительно того, как мои воспитанники и тренера нашей школы по греблингу, в этом году у меня три человека стали чемпионами победителями первенства России. Из них трое выступали на первенстве чемпионате мира, который проходил в Баку, и один наш воспитанник занял, значит, там первое место. Вот, выполнил норматив заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта России. Вот, документы его отправили на присвоение, но ждем вот сегодня-завтра. Это уже высокий результат. Да, да, это неплохие результаты. Вот, есть два мастера спорта, тоже подготовили норматив по этому виду спорта. Присвоение уже есть кандидатов в мастера спорта. Вот, что могу еще также сказать, отрадно мне, что бокс уже набирает хороший оборот у меня. В этом году подготовлено восемь победителей республики по различным возрастным категориям. Вот, недавно в городе Грозном, значит, прошел, прошло первенство России по боксу среди юниоров, и двое моих воспитанников заняли там третьи места. Сегодня они проходят, значит, учебно-треновочные сборы, где будет проводиться отбор первенства Европы. Я думаю, что это для школы, для города большой результат. До сих пор вы все знаете, что Маханова школа во главе с Бутаевым, она показала высокий результат. Ну, вот, сегодня мои воспитанники, воспитанники Маглета Батырова потихоньку-потихоньку набирают, как говорится, обороты. Я думаю, что в скором будущем они покажут достойные, высокие показатели. Хочется отметить, конечно, работу тренеров по боксу. Да, это и такие выдающиеся в прошлом спортсмены, боксеры. Это и Шамиль Гаджиев, и Занимхан Юсупов, мастера спорта международного класса, соответственно, и мастер спорта Занимхан Юсупов. Лечи Топашев, очень молодой тренер, очень показывает хорошую работу как организатор, как руководитель. Вот, и я думаю, что в этом таком тандеме, будем говорить, да, хотя там трое уже, да, будет результат в боксе тоже хороший у нас. Тайский бокс, ну, тайский бокс, я уже настолько разбалован результатами этого вида спорта и тренерами, которые показывают, одних только победителей первенства и чемпионов Дагестана 33 человека по тайскому боксу. Есть призеры, чемпионы России есть, есть, которые выступали мальчишки на чемпионате мира. Вот, я думаю, что тайские... То есть даже международные выступления. Есть, да, Европа, Кубок мира. Один из таких хороших боксеров, тайских боксеров у меня, это Альбек Гаджиев, Чупалаев. Вот, он обладатель Кубка мира, призер чемпионата мира, чемпион России. Вот, я думаю, что тайский бокс, конечно, он также показывает. Жалко, конечно, что он является не олимпийским видом спорта. Вот, кикбоксинг хочу отметить, где тренер у нас там, Адер Нурудинов. Вот, один из ветеранов спорта, один из, можно сказать, первых, который вообще начал тренерскую работу в этом направлении, в направлении карате, кикбоксинг, вот, восточное единоборство. И вот он по сегодняшний день, уже возраст порядком 60 лет, ему, да, он сегодня тоже продолжает вести свою тренерскую работу, педагогическую работу. Вот, я думаю, что, и что самое отрадное, вот, именно у Надыра я хочу отметить, да, что дисциплина у этого человека на тренировках идеальная. Настолько вот грамотный подход, педагогический подход, грамотный к своей работе. По-отцовски он относится к своим воспитанникам, к своим ученикам. Вот, это очень такое положительное качество. Сегодня очень мало таких педагогов, которые могут отнестись с таким пониманием и с большим вниманием. Ну, и потихоньку перейдя к вольной борьбе, конечно, мне очень приятно и всему нашему коллективу, что сегодня, вот, первый чемпион России по вольной борьбе среди взрослых, это Заур Угуев, вот, наш воспитанник, это единственный результат, вот, первый результат, будем говорить, первая ласточка в нашей школе, которую вот получили мы в 2017 году. Вы знаете, что он был и участником чемпионата Европы, где занял третье место, вот, был участником чемпионата мира во Франции, вот, там, к сожалению, он оступился и выступил неудачно, ниже своих возможностей, конечно, он должен был там. Ну, мы-то знаем, мы-то знаем, что был способен. Показать высокий результат. И хочется отметить молодых ребят, вот, этого же Ганишева, имама, который был третий на первенстве мира, Бадрудинова Магомеда, который выиграл первенство мира в Индии среди школьников, вот, это хороший результат у этих мальчиков. Ширяева Курбана хочется отметить. Я думаю, что сегодня воспитанием, тренировочным процессом в школе ведут очень грамотные, подкованные тренера, такие, как и Шемей Шемеев, там, и Алиев Дагир, там, Байхан Аванзор, Магомедов Абдулла. Я думаю, что результат по вольной балде, вот, недавно, кстати, у нас завершилось молодежное первенство Республики Дагестан, это где проходил отбор на Северокавказский федеральный округ. Одиннадцать воспитанников в моей школе завоевали, значит, путевку. Двое из которых стали победителями молодежного первенства Республики Дагестан. Но специалисты, вот, Газат Исмаилович, узнают, что такое сегодня среди молодежи выиграть Республику. Это один из резервов в основной состав сборной команды Дагестана, ну, будем говорить, и России. Потому что через молодежь идет подпитка. В общем, вот так вот, да, я думаю, что результаты, конечно, они труд, который сегодня ведут и ребята, тот же труд, который сегодня вкладывают тренера, он все равно дает свои плоды, дает свои результаты. Будем дальше тоже работать. Вот, огромную поддержку, конечно, мы видим и со стороны администрации, вот, от отдела по физической культуре и спорту, вот, от управления по образованию города, потому что Руслан Иванович, ну, идет на все, на уступки, идет на встречу, помогает, и все эти выезды. Вот, я думаю, что с таким руководством мы дальше тоже пойдем. Не могу, конечно, не отметить и дворец спорта наш, где Махана Иман Паша, вот, он настолько фанат вообще спорта не имеет, там, борьба будет, это бокс будет, там, или же греблик, спорт для него, это все, он включается, отключается от всех этих самых своих житейских проблем, да, и старается помогать не то, что, допустим, там, в Маханово школе, там, или Батырово школе, вообще, для жителей Хасаюрта, для спортсменов Хасаюрта. Ну, а когда проходит, допустим, там, соревнования российского, там, или северокавказского федерального округа, да, он уже полностью становится на стороне, допустим, наших спортсменов в республике Дагестан. Вот. Ну, я думаю, что с таким составом, с таким коллективом мы дальше тоже будем радовать своих болельщиков, радовать своих горожан, показывать хорошие результаты на благо нашей великой страны. За это мы будем, как говорится, тоже следить, болеть. Вот. Хотелось бы узнать, тоже передадим слово уже, при этом, как прошел минувший год для воспитанников и тренеров, и руководства, вообще, школы имени Шамиля Маханова. В нашей школе имени Шамиля Маханова занимается более двух тысяч детей. Школа большая, культивирует семь видов спорта. Вольная борьба, бокс, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, тэхвандо. Сейчас самые молодые виды спорта у нас это дзюдо и тэхвандо, которые очень много детей, очень много занимаются этим видом спорта. Но вольная борьба, она была всегда царицей нашей школы. Но эти виды спорта сейчас идут на высоте. В этом году неплохо показали, неплохие показатели тоже. Шесть мастеров спорта только подготовлено. И подтвердили, около 25 спортсменов мастера спорта подтвердили. Выполнили 22 кандидата мастера спорта. И есть подтвердившие больше 20 человек. У нас в этом году очень хорошая новость. На Сурдо-Олимпийских играх наш Аскар Аскаров занял первое место, привез нам золото. Ну я думаю, мы всем городом болели за это. Да, болели за него. И этот самый хороший спортсмен, подающий большие надежды на будущее. А также наши спортсмены-техвандисты Подо и Салдибир и Магомед Загир на чемпионаты Европы занял второе место. На чемпионаты мира занял второе место. Также Багаров Артем на чемпионате мира стал вторым. Но участвовал на Олимпиадах. Но не повезло, как говорится, Олимпиаду он не выиграл. Ну, хотелось бы отметить мне молодых наших тренеров. Эти, как Мухиев Шамиль, Ахмедов Сулайман, которые ребята работают два года. Но показали очень хорошие результаты. Уже есть у них кандидаты мастера спорта. Очень прекрасные дети у них. Дети у них с 5-6 лет уже ходят. Прекрасные родительские комитеты у них, хочу сказать. С помощью этих детей они проводят очень много мероприятий. Также хочу отметить чемпиона Европы. Не чемпиона, а призера Европы. Третье место от Жива Имана. Чакаева Ахмеда хочу отметить. Который занимает тоже призовые места и на чемпионатах Европы, и на чемпионате мира. По тяжелой атлетике, призеры есть у нас чемпионата России. В общем, работа идет, работа кипит. И большая заслуга в этом нашего директора, как Абакар сказал, нашего фаната. Он любитель своего дела. Любые соревнования, любые внутришкольные соревнования, какие бы соревнования ни были, он на первом месте. И у нас большое внимание уделяется массовому спорту. Много мы проводим внутришкольные соревнования с приглашением других школ. И вот эти массовые соревнования очень хорошо подтягивают детей, подтягивают родителей. В основном зрители у нас наши родители. Это очень, мне кажется, положительная сторона. И большая помощь нам бывает от наших родителей. От приобретения призов, приобретения наградного материала, плюс большая помощь от наших родителей. И хочется поблагодарить наше управление спорта, наше министерство спорта, что уделяет нам большое внимание, оказывает большую помощь при выездах на соревнованиях. И вот все, что я хотела сказать о нашей школе. Если можно, я добавлю. Абакар больше знает. Мы как-то с Амирбеком Саладиновичем, вот сейчас Бария Ахмедовна говорила про Сулеймана и Шамиля. Это молодые тренера, действительно, они только закончили, по-моему, педколледж, учатся, по-моему, пединстудисты. И инстудисты закончили. И они тренера по тайквондо. И мы с Амирбеком Саладиновичем были приглашены один раз на мероприятие, которое они проводили в конце года, подведение итогов. Они проводили у нас здесь кафе, есть в городе, чай вдвоем. Настолько красочно, настолько интересно это все было проведено. Это просто гамзат. Это, ну, финиш. Действительно, Бария Ахмедовна сказала, с привлечением родительского комитета. Там были и... Это надо было гелию снять и показать. Это надо было. Вот это вот большое упущение, что без нас это все здание. У них свое есть, у них свое видео есть. Они вручили грамоты, они вручили копки, они вручили ценные подарки. Там и родители отмечали они там. Ну, очень молодцы. Я же говорю, просто вот в ихней работе как раз молодые, вроде бы, ребята, да, здесь тренера, которые со стажем, да, ветераны, будем говорить, они не смогли так поставить работу, как поставили вот эти два молодых пацана. Правильно говорят, отметила. Молодцы. Еще я хотела сказать, мы сейчас получили приказ о присвоении заслуженного тренера России, тренера Оскара Оскарова, Кудеев, этот, Мусхаба. Да, получил высшие категории, он получил заслуженного тренера России. Это хорошая новость для нас только, что вот конфиденеру мы получили. Еще один момент такой есть у нас, вот сейчас недавно подводились итоги, и там, значит, наши три школы нашего города были в пятерке лучших школ Республики Дагестан. Это училище Олимпийского результата, которое заняло первое место, это третье место заняло, значит, Шамиля Алмаханова школа, и в пятерке была Нолета Батырова школа. Это вот этот результат. В пятерке лучших три школы. Все три школы. Это доминирующая школа, да, большой результат. И недавно вот, когда было участвование десятка лучших спортсменов, министр спорта сказал, что кузницей наших успехов является этот город Хас-Люд, северная зона. Они на самом деле дают очень много спортсменов высокого класса, и вот благодаря их слаженной работе Республика окажет такие высокие результаты. Это его слова были очень отрадно. Нас замечают и признают. Да, да, вот именно нас замечают, признают. Хотелось бы послушать о работе училища Олимпийского резерва за минувший год. Я уверен, у вас тоже есть чем похвастаться, о чем рассказать. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители, коллеги мои. Конечно, наше училище – это самое молодое спортивное заведение в данном нашей Республике, даже в городе, потому что мы только 2001 года функционируем. Но за эти годы у нас очень много ребят прошло через наши стены. Можно назвать их пару человек, уже понятно, это двукратный Олимпийский чемпион Мавлет Батыров, потом трехкратный чемпион мира Махов, Муртазалиевы, Батыровы, Адам и Шамиль Саидовы и так далее. Короче, очень много ребят прошло через наши стены, занимаясь, потому что мы раньше совместно работали, школа Маханова и Уор было в одном здании, в одном спортзале. Результаты, конечно, у нас, имея один вид спорта, я думаю, что неплохие, всего 200 студентов у нас учатся из разных городов и районов нашей Республики и даже за чертой Республики. Даже есть иностранцы, такие как таджики, там узбеков нету, правда, таджики у нас в основном иностранцы и довольно-таки они успешно выступают. Есть победитель первенства Европы, Худин Заде, среди них есть и чемпион Республики был, таджик, он закончил и уехал. Есть второй призер всемирных школьных игр, которые были в Индии, и у Доши, у Мустафа. И, конечно, мы подготовили за этот год в приказном порядке, у нас это все бывает, приказы запаздывают, но уже действительно у КВС это 11 кандидатов мастеров спорта, 4 мастера спорта и 2 мастера спорта международного класса. Но есть ряд документов на стадии присвоения, но почему-то Москва никак, вот это постоянно хромает, не могут ребята получить вовремя. У меня наш ученик Гаджи Магомедов Ахмед выполнил мастера спорта, не получил он мастера спорта и только когда выполнил международник, через 3 года получил международника. Мастера так и не получил. Вот такие нюансы бывают, которые мешают ребятам получить то, что они заслужили. И у нас за этот год мы завоевали, начиная от первенств Дагестана, Северо-Кавказского, России, чемпионата России и Европы, мира и так далее, 94 медали. Из них 34 золотых, 22 серебряных и 36 бронзовых. И мы по итогам года определили двадцатку лучших спортсменов. Это у себя в училище. И его возглавляет Милял Махов, и потом идут и Гаджи Магомедов, и Гебековы, и Абас Гаджи, и Дурашидовы и так далее. И даже самые младшие у нас, тот же, который, я говорил, Юлдошевы, и Азиевы. Но отрадно отметить, что мы свою десятку, двадцатку лучше включили и тех ребят, которые мы тесно работаем со школой у Маханова и Батырова. Эти ребята у нас учатся, дают параллельные зачеты, такие как Угуев, Ахмед Османов, потом Ганишев, Ищиряев, Абрахманов, потом Келяб, как его фамилия, забыла, Ханипаев, Келяб и так далее. Очень много ребят у нас учатся и параллельный зачет подают, но невзирая на то, что они учатся у нас только, а в основном числятся в этих школах, мы включили их в свою двадцатку и также включили их в списки для того, чтобы они претендовали на стипендию за показанные спортивные результаты. Вот эти ребята, самая маленькая стипендия у нас три тысячи и самая большая 30 тысяч, они ежемесячно получают эту стипендию целый год, пока следующие соревнования, если покажут, оно будет продолжаться. И это, конечно, благодаря нашему директору, который является меценатом нашего училища и нашего города, даже он и других ребят, даже Садулаеву и такие, которые учатся, учились у нас, Садулаев Абдурашид закончил в семнадцатом году у нас, олимпийский чемпион, и он получал стипендию, и у нас и Бадрудинов получает, Угуев получает, это Усманов Ахмед получает и так далее. Мы не разделяем их, потому что это наши студенты, они и нас прославляют параллельно, и как в своей школе, так что ли. Мы на это тоже обращаем большое внимание, и любой, кто хочет поступить в наше училище, мы не закрыли ему дорогу. Конечно, и тренера, у нас очень хороший тренерский коллектив, лучшим из них, конечно, является Исхаков, это основные его ученики, мы с ним совместно работаем, но больше он на себя ношу тянет, потому что мне приходится больше отлучаться, так далее. Магомедов Саид Ахмед, и сам Гусейнов Магомед, конечно, это большой успех его, это все его, потому что без его поддержки, конечно, эти ребята, тренера не могли бы добиться того результата, который сегодня, например, ряд спортсменов, которые выехали на Ярыгинский турнир, даже отбираться, Магомед Гусейнов лично за свой день купил билеты и отправил их туда. И завтра мы должны вылетать, Селот и Абакар, Тагиревич, я и Магомед, и все остальные должны вылететь, если иншалла нам получится вылететь, мы, конечно, будем там поддерживать своих ребят. И тренерский коллектив у нас плодотворно работает, хотя у нас материально-техническая база не такая, как у школы Батырова или у Маханова там, но это берегетный, как говорится, спортзал, в который вышли такие ребята, которые я назвал и у Маханова, и Батырова, и Муртазалиева, все они занимались в этом зале и добивались таких результатов. И сейчас тоже, ребята, у нас есть, у нас первая ласточка, как говорится, победитель в первенстве Европы, девушка стала Вербина Екатерина, наша студентка, она выходит из Новороссийска. И вот недавнее время, который был проведен, да? Да, да. Так что, и мы не забываем своих выпускников тоже. Вот сейчас мы приняли двух молодых действующих борцов своими тренерами, это Гебекова и Абакарова, Абакара Абазгаджиева, который уже начали с января месяца. Гебеков-то чуть раньше, а этот начал с января месяца работать. Так что мы эту работу тоже проводим совместно, чтобы молодые ребята дали им маленькую группу. Обновляете тренерский состав тоже. А кому-то может быть интересно, вот кто нас видит сегодня, кто слушает, порядок поступления в наше данное заведение. Мы принимаем ребят после 7-го, 8-го класса, которые ранее занимались вольной борьбой, что-то за ними плечами есть, не обязательно, чтобы они были чемпионами и так далее. После окончания школьной базы 9-го класса, после успешного сдачи ОГЭ, мы их без экзаменов принимаем на первый курс нашего училища, они где продолжают заниматься. Мы их обеспечиваем бесплатным трехразовым питанием, мы их обеспечиваем экипировкой, мы их обеспечиваем стипендии, если он успевает и хорошо занимается. Если еще результаты показывает, мы ему дополнительно, помимо государственной стипендии, мы даем личную стипендию из фонда нашего директора Магомеда Абдул-Керимовича. Как ранее я говорил, это около 400 тысяч денег в месяц уходит у него на поддержание ребят, которые показывают результаты. И, естественно, на поездки, соревнования и так далее он помогает нашим ребятам, да, и другим. И вот такой порядок у нас сегодня. Наш коллектив нацелен на еще большее. Но хотел бы затронуть здесь вопрос, конечно, финансирования. Тренер, который работает продуктивно, он должен получать за свой труд. Вот на протяжении трех-четырех лет последние мы действительно тренера не получают то, что они заслужили из-за того, что мы дотационная республика, у нас нехватка средств и так далее и тому подобное. Нам чуть в этом плане повезло, потому что у нас есть меценат, у нас есть директор, который нас подпитывает, помогает, он добавляет зарплату тренерам, и тренера приличную зарплату получают, но не все же так могут. Я бы хотел, чтобы все тренера, хотя бы на нашем уровне наших тренеров получали зарплату, потому что они это заслужили. Тренера и школы Маханова, и школы Батырова, именно которые работают. Ну, бездельнику надо сказать, тянитесь, подтягивайтесь, учитесь у них, давайте результаты, потому что один-два тренера результаты дают, а остальные пожинают, их результаты так не должно быть. Каждый должен получить по своему труду. Я бы хотел, чтобы на нас обратили внимание, и я думаю, обращаясь к тренерам, которые нас смотрят, чтобы мы завтра встретились с министром спорта, с президентом федерации и поставили свои вопросы, чтобы мы эти вопросы могли бы озвучить, и чтобы какую-то выгоду, какую-то пользу мы могли бы принести нашему тренерскому коллективу, ибо мы выполняем такую работу, которую много ребят, которые могли бы сегодня быть на улице, заниматься не тем, чем положено, или наркоманией, или алкоголизмом, или воровством. Мы их привлекаем в спортивные залы, и этот тренер отдает им все себя, последнее себя отдает. Он даже своих детей так не воспитывает, как их. И если мы их не будем поддерживать морально и материально, конечно, это неправильно. Спасибо большое. Хотелось бы еще затронуть такую тему, как воспитательную работу. Как проводится воспитательная работа спортсменов? Вы знаете, они говорили сегодня об успехах, о тренерской работе непосредственно. Вы знаете, наверное, если я скажу, что в республике воспитательная работа у нас поставлена на очень высоком уровне, это может подтвердить и само Министерство спорта, потому что непосредственно принимали участие и видели, на каком уровне проводятся у нас эти мероприятия по воспитательной работе. Вот эти все ведущие спортивные школы города собирают своих воспитанников во дворце спорта, около 500-600 детей, и приглашаются туда руководители правоохранительных органов, тренера, руководители Министерства спорта, Муфтията, и вот с этими детьми проводим в квартал раз обязательно собирают всех этих спортивных школ и проводят эти мероприятия. И, наверное, это дает большой резонанс в плане воспитательного. Вот недавно проводили тоже с приглашением, значит, совместно с Министерством спорта, по воспитательной работе, наше на воспитание спортсмена, значит, тоже прошло на очень высоком уровне у нас, в Хасвилите здесь, вот. Поэтому именно воспитательной работе они уделяют огромное внимание. Если можно, время, которое у нас поджимает, буквально коротенько, да, вот как у каждого в вашей школе, на что в первую очередь обращается внимание? Воспитательная работа? Да, конечно. Ну, и воспитательная работа, конечно, это одно из основных направлений, помимо того спортивно-физкультурного, воспитательная работа духовного, расы, гражданского. Это в любой школе, образовательном учреждении, что в Бамзат Исмена, что в Баят Ахмедове, что и в других спортивных школах, она, конечно, ведется, и ведется на высоком уровне. Массовым, Амир Весово, не сказал, 500 человек, там мы собирали, допустим, во дворце спорта около 4 тысяч детей собирали с разных школ. Там не так, что Маханова школа или Батырова школа, там и УОР приглашали, там и Спартак приглашали, там и Ирбайханова школа, САЙТИР. Соместные? Да, совместные проводили, да, приглашения с Муфтеата Республики Дагестан, приглашения с Наркоконтроля там были. Вот наши все представители духовенства здесь в мечети были, в Хасаюртовске, допустим, администрации города. Мы организовали один раз совместную, вот все школы организовали, в 14-й школе за речкой с приглашением ведущих спортсменов, действующих спортсменов. Да, да. Или там тот же Аскар Аскаров, там был Чакаев, Ахмед был, там этот Курван Ибрагимов был, там много ребят было, которые, и ребята выступали там, говорили о пропаганде, допустим, здорового образа жизни, о вреде курения, о вреде наркомании, допустим. Призывали детей, чтобы они ушли с этих уликс, пришли в спортзалы. Это не работа, допустим, школы Батырова, это не работа школы Маханова, там или училища, это наша совместная работа, вся. Ну, вообще, важный момент, учитывать, что спортивная молодежь, это буквально золотой фонд любого города, и наиболее, тоже, кстати говоря, контингент, который наиболее нужно острое внимание уделить, потому что, допустим, распространение, допустим, какой-то идеологии экстремизма, терроризма, вот в этой среде оно, как бы, особенно нужно на этот момент обращать внимание, поэтому действительно были и эти собрания, многочисленные с привлечением, в том числе и именитых спортсменов, и я даже помню момент, где выступали, значит, наши титулованные спортсмены тоже, которые, значит, призвали к здоровому образу жизни. Это все, конечно, отрадно. Я не могу вспомнить, чьи слова это были, может быть, или Бариат, или Анзат. Чемпионом можешь ты не быть, а человеком быть обязан. Это красивые слова, которые как раз-таки здесь, смысл в том, что в воспитании нравственных качеств человека. Да, очень важный момент. Значит, вот, и теперь такой был вопрос у нас, вот, у нас очень много образовательных заведений у нас, значит, есть и дошкольные, и школьные, и, значит, студенческая, молодежь, вот, это, наверное, будет вопрос к вам, Амбек Володимирович, вот, как там поставлена работа, и обращается ли внимание вообще на образовательный процесс, имеется в виду спортивного направления вот в этих школах? Вы знаете, обращают огромное внимание. Дело в том, что вот сейчас связано это с сдачей нормативов ГТВ всероссийской, и, значит, в каждой школе обязательно должны все учащиеся школы города сдать эти нормативы. Минимум, этот, пять видов, по пяти видов спорта. Значит, дети непосредственно уже занимаются, занимаются или не занимаются тем или иным видом спорта, они обязаны все эти нормативы сдавать. И в школах сегодня преподаватели принимают эти нормативы. Естественно, это дает возможность приобщать детей к спорту. Вот я думаю, мы теме вообще ГТО, сдачи ГТО, наверное, посвятим отдельно, значит, эфир, отдельный эфир, потому что действительно очень обширная тема, здесь есть над чем подумать, значит, провести большой анализ, потому что в 2017 году несколько раз это было ГТО, насколько я знаю. Четыре раза в год. И там можно составить и анализ, и посмотреть вообще, как состояние здоровья нашей молодежи, да, вот и в каком плане стоит подтянуться. Что хотелось еще, значит, спросить, вспомнить, значит, вот такие моменты, как есть такая тенденция, вот сейчас проводить какие-то соревнования между трудовыми коллективами, внутри коллектива, допустим, те же соревнования, которые были ко дню по борьбе, ко дню солидарности, борьбы с терроризмом, это было между сотрудниками правоохранительных органов нескольких районов, по футболу, значит, по волейболу, значит, тоже было между администрациями Казбековского района был, и администрация Хахарюта. Внутри, значит, турнир внутри администрации Хахарюта был, среди сотрудников тоже по футболу, вот в этом плане... Был шашки, шахматы, это проводится ежегодно. Да, вот как сказывается и насколько с интересом, значит, принимает участие вот среди коллективов этих планах? Вы знаете, с нами коллективы, конечно, с удовольствием, молодежи сейчас много, в любом коллективе, уже несмотря на возраст, все хотят заниматься спортом. И, наверное, это не секрет, если вечером прийти на стадион посмотреть, просто переполненный стадион. Знаете, удивительно, что все люди занимаются спортом. Да, кстати, в этот момент хотелось, да, очень много людей действительно... Раньше такого не было, это сегодня, это есть. Ходят, бегают, общаются с собой. И когда, вот им говоришь, давайте проведем те или иные мероприятия в коллективах, вот сейчас мы в этом году собираемся, запланировали провести между коллективами соревнования по волейболу, по шашкам, по шахматам. Мы планируем это, в календаре спортивных мероприятий есть. И я думаю, что эти соревнования, как и раньше, будут проходить на должном уровне, значит, будет взаимопонимание. И я думаю, это будет еще больше привлекать, значит, горожан к занятиям спортом. Еще одно направление можно было нам затронуть, вот интернациональное воспитание подрастающего поколения. Я по-своему этому вам скажу, мы всегда принимаем вот такие армяне у нас были, казахи у нас, якуты, армяне постоянно приезжают. И мы, вот даже Гелиус один год мы пригласили, где мы с армянами проводили веселые старты там и так далее. Они снимали это все, показывали. И мы ежегодно, когда к нам приезжают такие с ними совместные делаем мероприятия и веселые старты, и соревнования внутри своих. Я бы хотел, чтобы вот таких мероприятий было побольше в наших школах, спортивных школах или даже обычных образовательных школах, потому что сегодня вот оно очень резко стоит вопрос по интернациональному воспитанию. Потому что один может другого оскорбить в национальной принадлежности и так далее. Когда мы были молодые, вот Абакар Тагирович или мои коллеги сидящие здесь не дадут соврать, у нас такой проблемы не было. Вот сейчас такая проблема есть. И мне кажется, что через спорт, через вот эти встречи и так далее мы могли бы этот вопрос поднять еще на большой уровень, на другую планку. И я бы вот советовал, вот как мы проводим, вот в школе у Маханова или совместного Батыра тоже очень много приезжих бывает команд. И казахи там бывают, и украинцы бывают там, и чеченцы приезжают, и из Махачкалы бывают, вот там делать совместные какие-то мероприятия, не просто тренировки, а просто даже сесть с стаканом чая, там обсуждать какие-то жизненные какие-то вопросы, не касающиеся даже спорта, а так наших некоторых проблем и так далее. В этом плане Хасавюрт может служить примером. Да, и у меня, горе, мы ежемесячно, у нас совместно проводятся с религиозным духовенством, и с милицией, и с пожарниками, и с МЧС, мы проводим даже совместные тревоги проводим МЧС и пожарники за сколько минут все это территорию покинут. Я извиняюсь, время буквально нас поджимает, вот было бы тоже не совсем правильным обойти тему смешанных единоборств, учитывая, что сейчас этот вид спорта все-таки набирает большую популярность среди молодежи, и тот турнир, который был проведен в 2017 году, и очень успешное выступление клуба Fighting Eagle, который сегодня представляет буквально по всему миру, можно сказать, Хасавюрт. Как оцениваете уровень хасавюртовских спортсменов, которые сегодня представляют наш город? Вы знаете, вот Варклавил, эту школу сегодня возглавляет Маханов, и обращает огромное внимание, для развития именно этого вида спорта, созданы все условия для занятия этим видом спорта, и сегодня есть у нас хорошие результаты, и приобретены новые оборудования для проведения этих соревнований, значит, у нас уже все свое, если раньше приходилось нам брать в аренду у кого-то, мы сегодня можем любые соревнования на любом уровне проводить со своим оборудованием, со своим инвентарем, это очень много, и сегодня большое внимание уделяется именно развитию этого вида спорта в городе Хасавюрт. – Да, ну, действительно, можно сказать, что вообще своего рода проведение вот этого турнира, который был в Сирии ММА, и довольно успешное выступление наших спортсменов, это был как первый такой самостоятельный опыт проведения, и прошел он, в принципе, на очень высоком уровне, еще один вид спорта, вот вы, значит, Горяна, когда мы говорили, значит, есть еще такой момент, у нас есть тяжелая атлетика среди женщин, вот, как там развивается вид спорта у нас? – Вы знаете, этот очень тяжелый вид спорта для, именно для нас, для нашего региона, поэтому говорить о том, что сегодня вот, поголовно, можно набор сделать девушек, на этот… – Тем не менее, есть этот способ. – Тем не менее, да, есть, и есть довольно-таки неплохие результаты в республике, знаете, вот были у нас две девочки, которые выполняли уже норматив кандидата мастера спорта, дошли до определенного уровня, значит, уехали учиться, сегодня их здесь нету, но очень перспективные девочки были. У нас есть девочки, которые выполнили норматив мастера спорта, выиграли из КФО. Вот, сегодня у нас готовится Мерзабекова на первенство России среди ветеранов, вот, довольно-таки, думаю, неплохо она там выступит, поэтому этот вид спорта, он тоже, вот, этот вид спорта, особенно сегодня, большое внимание уделяет, вот, развитию этого вида спорта, школа Маханова. Там подготовка одного спортсмена на уровне, даже России, очень дорого обходится. Ну, тем не менее, значит, хорошо, что у нас есть, вообще, много вида спорта, хорошо, что у нас есть о чем говорить. Вот, к сожалению, время неумолимо. Я благодарю вас за то, что, значит, нашли время, да, вот такой вот содержательный разговор. Уверен, мы в этом году, значит, постараемся еще раз, значит, встретиться, потому что мы практически половину тем не охватили, которым можно было бы о чем поговорить. Я, уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Мы встретимся, мы будем встречаться с вами еженедельно в 18.35 по вторникам. Напоминаю, потому что с текущего года мы будем встречаться в 18.35 в социальных сетях Instagram и в прямом эфире на телеканале Гелезус. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова